24 ноября в зале заседаний попечительского совета Казанского федерального университета прошло заседание ученого совета КФУ. До начала заседания было подписано соглашение о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и государственным бюджетным учреждением Фонд пространственных данных Республики Татарстан. Далее с приветственным словом выступил Ленар Сафин, ректор Казанского университета. Затем пригласил работников КФУ для вручения наград. Коллектив ученого совета поздравил первого проректора, проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского с прошедшим днем рождения. Повестка дня включала в себя пять основных вопросов, а также раздел разный. Членам ученого совета предстояло выбрать заведующих кафедрами, а также провести конкурсный отбор претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Коллеги, повестка дня у нас определена, она есть перед нами, поэтому я ее озвучивать не буду, поэтому предлагаю, если нет вопросов к повестке, то за данную повестку прошу проголосовать. Также обсудили избрание президента Казанского федерального университета, увековечене памяти знаменитых людей и выдающихся исторических событий КФУ. «Нашим диссертационным советом есть два представления о создании на базе Института математики и механики имени Лобачевского диссертационного совета по одной научной специальности пока что, вещественно-комплексный функциональный анализ, действующий на постоянной основе. Состав совета приведен на экране. Есть ли какие-то вопросы?» Далее участники совета приступили к блоку «Разное», где обсудили вопросы, касающиеся всех сфер жизни университета. «Продолжается подача работ на Советского директора Увеликанских российских государственных премий. Данные по премиям и по датам подачи приведены на экране. Я прошу проинформировать ваших коллег и самим проявить активность, особенно директорам институтов». В финальной части заседания был поднят вопрос об утверждении плана работы ученого совета университета на предстоящий 2023 год.